Вакцинация взрослого населения продолжается. Между тем, со временем возникла необходимость разработки еще одной вакцины. И, наконец, она появилась. Прививать подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-М» уже начали в Москве и Московской области. Вопрос требующий и требовал серьезной проработки из стороны ученых, из стороны медицинских работников, здравоохранения. И вот сейчас есть определенное решение, финальная фаза, когда мы можем уже приступить к вакцинации детского населения. Как и где проходит прививочная кампания, что собой представляет новая вакцина, руководителям образовательных учреждений округа рассказала заместитель главного врача по детству Одинцовской областной больницы Нина Чуприкова. «Гам-Ковид-Вак» – это векторная вакцина, которая предупреждает коронавирусную инфекцию. Действующее его вещество – это аденовирусные частицы. Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используются патогены для человека вирус COVID-19. И, как я уже сказала, этот препарат состоит из двух компонентов. Прививку можно делать детям с 12 лет, исключительно с письменного согласия родителей. Процедура проходит в два этапа. Интервал между уколами – 21 день. Перед вакцинацией ребенок проходит осмотр педиатра. «Будут ли выдаваться такие же сертификаты о проведении вакцинации, как и по аналогу со взрослой вакцины?» «Сейчас после второй вакцинации будет выдан бумажный сертификат о том, что ребенок вакцинирован. Сейчас мы работаем со службой, чтобы это все у нас интегрировалось на госуслугах о том, что ребенок этот привит». После прививки также необходимо наблюдение врача. Основанием для отвода являются хронические инфекционные заболевания, гиперчувствительность компонентам – аллергические реакции и другие медицинские показания. Если ребенок после укола чувствует себя хорошо, он может посещать школу. Пройти вакцинацию в Одинцове можно в 325 кабинете детской поликлиники по адресу улица Говорова, дом 10. Мария Шматкова, Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.